Свежие овощи с маркой «Тепличное» любят во всем регионе. Секрет успеха – отказ от химических препаратов. В прошлом году появилась новая цель – за короткий срок снизить затраты и увеличить прибыль на предприятии. И все без крупных финансовых вложений. Задача, казалось бы, невозможная. Добиться цели помогают бережливые технологии. Причем, как показывает практика, беречь надо в первую очередь даже не деньги, а время. Новые принципы работы открылись благодаря НАСПроекту «Производительность труда». Мы внедрили систему на отдельных участках производства 5С. Это оптимизация структуры производства и управление остатками. Также внедряем элементы бережливого производства, оптимизируем структуру отгрузки готовой продукции, внутреннюю логистику, перемещение удобрений на предприятии. Покупаем эстакады, дополнительные погрузчики, оптимизируем процессы, которые осуществляют наши сотрудники. Для сотрудников организовано дополнительное обучение. Его проводят специалисты регионального центра компетенций. Программа рассчитана на три года. В результате предприятие достигнет желаемого повышения производительности труда на 10% ежегодно. Обучение происходит непосредственно на предприятии. Это три дня полноценных. Идет обучение пяти программам в основном, чтобы мы с людьми разговаривали на одинаковом языке. И мы уже понимаем в ходе обучения, кто что знает, у кого какие уже есть задатки, кто с чем сталкивался в процессе деловых игр. Тоже люди раскрываются. Раскрывают потенциал с 2021 года. А тогда в регионе открыли центр компетенций. Сегодня под его управлением в регионе работают десятки крупных предприятий. В применении инструментов бережливого управления обучено уже 580 сотрудников промышленных предприятий и представителей органов исполнительной власти Ульяновской области. У нас функционирует учебно-производственная площадка фабрика процессов, где проведено 15 тренингов для предприятий-участников национального проекта. Пока одни предприятия только проходят обучение, другие укрепляют свои позиции на рынке. Компания «Полесье Машстрой» в Димитровграде будет выпускать навесное сельскохозяйственное оборудование. Акцент сделан на импортозамещение. Ранее поставки аналогов в Россию были организованы из Украины, Польши и Германии. Летом 2023 предприятие откроет новое производство. У нас предполагается несколько этапов реализации данного проекта. Первый этап мы уже с лета этого года начинаем сборку крупноузловую. И с каждым месяцем уровень локализации мы будем увеличить. По плану, к концу 2024 года предприятие должно локализовать производство сельхозтехники в Димитровграде минимум на 90%. Идею поддержали коллеги из Белоруссии. Данная техника пользуется хорошим спросом и в России, и в Казахстане. Часть такой техники поставляется на европейские рынки с белорусского предприятия. Поэтому мы уверены, что данный проект будет пользоваться успехом. Благодаря сотрудничеству с белорусскими партнерами проект приобрел федеральный статус. Предполагается, что такая концепция производства станет образцом для других регионов страны.